МАЛЕНЬКИЕ МЕЧСТАТЕЛИ Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Элика, и в этом видео я бы хотела сделать обзор на вот такого парнишку Шэдоу Хай. У него, конечно, уже полно-полно обзоров на YouTube-канале, но мне хотелось именно поделиться своими впечатлениями касательно него, а не просто распаковать его за камерой. Потому что парнишка вполне себе достоин внимания. Этот пацан мне тоже изначально не нравился. Я его, скажем так, купила в довесок для полноты первой линейки Шэдоу Хай, потому что она просто потрясающая. Но перед началом этого видео я хочу вас попросить поставить лайк и написать любой комментарий. Таким образом, вы помогаете видео продвигаться и попадать в рекомендации, и его, возможно, идет коллекционер, которому оно будет интересно. Также у меня есть другие мои соцсети, которые я дублирую свои видео, такие как Яндекс.Дзен и ВК. То есть, если у вас вступит YouTube, вы можете посмотреть мое видео на любых удобных для вас площадках. А также не забываем, что у меня в группе ВК сейчас проходит розыгрыш на куколку Брат. Розыгрыш абсолютно бесплатный. Он проводит с 3 подписчиков группы. То есть, нужно подписаться и выполнить пару условий для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Ну и, конечно же, огромную благодарность я хочу выразить нашим действующим спонсорам на Boosty. Спасибо вам за вашу поддержку и за вашу подписку. Итак, немножко длинной предыстории касательно покупки этого парнишки. Изначально я не хотела собирать всю первую серию Shadow High. Я хотела ограничиться только кизер. Как только появились первые ее фото, она мне очень понравилась, потому что я фонарка черно-белого цвета. И я 100% хотела покупать ее в коллекцию. А когда только появилась возможность ее заказать через посредника, я ее сразу же заказала. Потом я увидела живые фото Николь у коллекционеров. И я безумно влюбилась в ее личико и решила заказать Николь. Потом были близняшки. И, в принципе, вот на этом я хотела ограничиться. Но так сошлись звезды, что я выиграла в конкурсе Луну. Луна мне изначально не нравилась. Я бы сама ее точно не купила, потому что она на первом молде. Я безумно не люблю первый молд Rainbow High. Да простят меня мои куклы в коллекции. Но у кукол Rainbow High есть такая магия, что ты в них влюбляешься, когда они оказываются у тебя в руках. Поэтому, когда я распаковала Луну, она действительно мне безумно понравилась. Даже несмотря на первый ненавистный мною молд Rainbow High. Потом я купила в коллекцию клич. И, казалось бы, что вот я собрала всех кукол, которых, в принципе, хотела. Но поступила информация о том, что линейка шедуха закрывает. Это, конечно, был удар для коллекционеров. И я вот подумала, что если я сейчас не куплю оставшиеся трех кукол, а когда они совсем исчезнут с рынка, они мне понадобятся. И поэтому я стала усиленной искать, где можно купить Наташу. Вот как раз-таки оставшиеся две куклы, это Наташа и Шанель. Они стоят мне на заднем плане. Изначально они мне не нравились. Мне не нравилась Наташа. Я не понимала всеобщего обожания по ней, когда только она вышла. Она, по-моему, даже была популярнее гораздо чем Хистер. И когда я ломанулась ее искать, ее не было. А если и была, то она была за бешеные деньги. По-моему, по 8 тысяч ее портовали. И мне просто случайно подфартилось, что я купила ее через сайт Брэнгли. Его в то время рекламировали некоторые коллекционеры, которые там сами покупали кукол. И мне удалось ее убивать просто по смешной цене. 3,300. Это уже с доставкой до Камчатки. То есть она ко мне переехала с Америки до Камчатки. Совершила кукляха-кругосветку. Потом я думала, где бы мне найти Шанель. Их очень долго не было, эти кукол, на маркетплейсах. Не было ни на Озон, ни на Валберес. Иногда прослеживались они на Авито. Но ценник был просто бешеный. И вот мне удалось купить Шанель. Также, по-моему, через посредника я ее заказывала. Она мне обошлась в 4,500. В принципе, за линейку Shadow High эта цена еще более-менее приемлемая. И вот когда я приобрела этих двух кукол, они уже довольно давно стоят у меня в коробках. Я просто смотрю на них, как на статуеточке. И мне жалко их распаковывать. Но в ближайшее время все равно их распакуют. Потому что мне хочется их именно поддержать в руках. Вроде бы всех девчонок собрала, и пора бы успокоиться. Но не было покоя в душе коллекционера, не собравший полную серию. Поэтому я стала искать, где найти пацана. Пацана в то время не было на маркетплейсах. А если и был, то ценник составлял 1,910. Я так полагаю, это были у кого-то, наверное, скорее всего, остатки на складе. И я решила заказать его через посредника. Посредник хороший, проверенный. Рекомендую. Я брала у нее своих близняшек и Сабрину. И наконец-то, когда он приехал, я его распаковала. Я честно была просто под большим впечатлением, потому что он мне очень понравился. Я знаю, что многим коллекционерам Rainbow High, Shadow High не особо нравятся мальчики. Не знаю, с чем это связано. Может, скорее всего, из-за того, что как-то с девочками больше взаимодействия, потому что его можно причесать волосы, как-то выложить, переодеть. Ну, пацан, конечно, тоже можно переодеть. Но к девочкам больше лежит душа. Вот так вот получилось длинное вступление перед видео. А теперь давайте же, наконец, придем к взору парнишки. А перед тем, как раздеть нашего мужика, давайте вкратце пойдемте по его биографии. Здесь сказано, что у него четыре старшие сестры. Он душа вечеринок и всегда готов подставить плечо другу. А также его специализацией является музыка, и у него готов плейлист на любой случай жизни. Парнишка довольно увесистый, и волосы у него жесткие и залаченные. Материал его волос – это нейлон-металлик. По цвету они схожи с Николь. У Луны волосы посветлее будут. Это три куклы из этой серии, у которых в волосах используется подобный материал. У оставшейся тройки волосы также из нейлона, но он уже черно-белого цвета. Волосы у Эша прошиты не по всей голове. На висках имеется флок. Причем флок расположен по всей голове, даже под волосами. И кстати, имя Эш переводится как Пипел. А если дословно перевести фамилию Сильверстоун, то у нас получится Серебряный Камень. То есть имя парнишки полностью соответствует его внешнему виду. Из парней Rainbow High у меня еще есть Ривер. И вы только посмотрите, насколько же они отличаются. Не только цветом, но и молдом. У Ривера также имеется флок и прическа схожа с Эшем, хотя различается высота линии прошивки. У Эша в ушах имеются отверстия под серги Airpods'ы, а вот у Ривера таких нет. У Эша бледноголубые вставные глазки. Нет нижних ресничек, зато есть верхние длинные настоящие ресницы. Губы почти бесцветные. И если присмотреться, можно заметить растровую печать бровей. Под курткой у парня была черная футболка с принтом в виде надписи Shadow High. Сзади по этой линии футболки идет липучка. Штаны у пацана детализированные. Они напоминают джоггеры. И выполнена также из плащевки. На поясе пришить манжет с завязками. А также на бедрах имеются детализированные карманы. И нашивки. Сзади на штанах липучки нет. Зато на ягодицах есть голографические вставки. Интересно зачем. Обувь у Эша это кеды. Причем они такого интересного дизайна, что я не сразу поняла, что на них написано Shadow. Под кедами у парнишки были черные носки. С голографическими полосками на щиколотке. Итак, артикуляция. Тела у парней абсолютно идентичные. За исключением разве что шейного шарнира. У Эша он теперь есть. Благодаря ему голова наклоняется в стороны. Ривер же, к сожалению, таким похвастаться не может. Ножки у парней гнутся в голеностопе, коленях и вращаются в бедрах. Руки сгибаются в локтях, плечах и кистях. А вот мы и добрались до второго аутфита. И снова дырки от крепежей. Вторая футболка белого цвета. На ней изображен космонавт. И липучка у нее также по всей дырки. Приятно то, что швы обработаны от осыпания. А вот и вторая куртка Бомбер. Это, наверное, самая красивая вещь в его гардеробе после штанов с карманами. Мне нравится обилие деталей. И то, что рукава выполнены из белой эко-кожи. Источной такой же, как и у куртка у Хизер. На рукавах есть нашивки и имитация карманов. Нашивки идентичные на другом рукаве. Карабинчики – это имитация. И вот так куртка смотрится сзади. А вот это что-то непонятное. И это я сейчас не про шорты. Внутри шорт были вот такие леггинсы. Задумка, конечно, интересная. Они стильные. Но вот эти молнии делают леггинсы слишком громоздкими. Сзади на леггинсах есть лицучка. Я долго и упорно пыталась надеть штаны на Эша. Причем пыталась сделать это и с носками, и без. Без носков, конечно, было легче. Но не на много. Штаны из-за его больших лапок налезли со скрипом. Ну и последнее – это его вторая пара обуви. Тоже очень детализированные и красивые высокие кеды. Хочется также показать вам подставку. Ведь у первого пацана крепеж был просто гигантским и неудобным. Он также от времени немножко деформировался. А также по длине отличаются штырьки у мальчиков и у девочек. У парней палкодержатели короче. Ну и вот так Эш смотрится во всех своих аутфитах. Ну и что же сказать в итоге. Мне парнишка очень понравился. Я до сих пор даже не могу понять, почему я не обращала на меня раньше. Когда только линейка вышла в продажу. Наверное, потому что, как правило, коллекционеры не особо жалуют коллекции кукол мальчика. Потому что с ними меньше взаимодействий. То есть девочку, допустим, ты можешь как-то переодеть, причесать ей волосы, уложить по-своему. И как-то к девочкам больше тянется рука, не шли к мальчикам. Мальчики, они, как правило, просто стоят на полочке как украшения. Есть, конечно, немногочисленные коллекционеры, которые переодевают мальчишек. Как-то делают ему укладки. Но, как правило, таких коллекционеров мало. Многие, в основном, покупают себе, чтобы он просто стоял как дополнение. Например, допустим, я. Я его покупала для того, чтобы у меня была полная серия. Но он мне действительно понравился. Мне понравилась его детализированная одежда, его обувь. У пацанов Rainbow High действительно очень классная проработанная обувь, как, в принципе, и у девочек. Но у пацанов просто лапка больше, поэтому кроссовки как-то бросаются прямо в глаза. Мне в целом понравились оба аутфита этого парнишки. Но больше всего понравился он вот в таком ныряде. Штаны эти очень детализированные, очень классные и приятный шуршат. Очень классная кофта, безумно нравится. Она мне очень понравилась за счет того, что у нее кожаные рукава и наклейки, вставки вместе с карманами. Глядя вот на первую серию Shadow High и на то, что потом последние линейки выходили, как-то думаешь, они действительно одна и та же линейка. Потому что первая серия это по-чувству, будто сделано власть душой. Потрясные куклы. Вот каждая детализированная, каждая потрясающая сама по себе кукла. Из минусов хочется отметить, конечно же, выпадающие серьги Эйвилл. Потому что как только я его распаковала, они начали сразу сваливаться. Также из минусов хочется отметить его леггинсы, которые я пыталась по глупости напилить на носки, но, соответственно, мне ничего не вышло. И даже без носков они на него очень туго налезли. Поэтому я так думаю, что леггинсы подойдут скорее девочкам. А в остальном минусов я не нашла. Мне пацан безумно понравился, поэтому обязательно советую к приобретению. И, как я уже говорила ранее, линейку Shadow High закрыли. Поэтому, если он вам нужен, ловите его прямо сейчас на маркетплейсах. Потому что потом, возможно, его уже может не быть. На этом у меня все. Спасибо вам всем за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И не забывайте подписываться на мои соцсети, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok